Отметили заслуги в совершенствовании российского законодательства. В минувшую субботу, 3 декабря, в здании фундаментальной библиотеки Московского госуниверситета состоялось вручение премии «Юрист года» и Всероссийской правовой юридической премии имени Михаила Спиранского, государственного деятеля XIX века, уроженца Владимирской области. Лауреатами в этом году стали председатель правительства России Дмитрий Медведев и советник президента РФ Вениамин Яковлев. Такое решение приняла Ассоциация юристов России. Сама премия была учреждена в 2011 году по инициативе Владимирского отделения Ассоциации. Передать статуэтке работы скульптора Игоря Черноглазова и диплома в Москву приехала губернатор Светлана Орлова. Лично наградить премьер-министра не вышло, он на церемонию не приехал. Зато второй лауреат Яковлев был иск не тронут. По его словам, Спиранский – самая крупная фигура в области отечественного права. В свою очередь Светлана Орлова выразила надежду, что советник президента приедет в 33 регион с лекцией. Конечно, вручение премии сегодня Вени Минфедоровичу, он не просто заслужил его, он трижды заслужил. Это глубоко профессиональный, порядочный, честный человек. Мне удалось поработать несколько лет вместе, и я с огромным удовольствием вспоминаю то время, когда мы общались. Поэтому, Вени Минфедорович, я вас сегодня от всей души поздравляю. И поздравляют вас все сидящие в этом зале. Вы один из лучших юристов России. Выступая перед гостями, глава региона отметила, что Спиранский – великий человек с удивительной судьбой. Сейчас во Владимирской области идет восстановление храма в его родном селе Черкутино Собинского района. Также регион намерен помочь в реставрации имения реформатора. Светлана Орлова анонсировала появление туристического маршрута к дому Спиранского и пригласила пришедших на церемонию юристов на Владимирскую землю. И считаю, что у нас огромные возможности в развитии юридической науки, юриспруденции, научной деятельности, изучения трудов Спиранского. И тот круглый стол, который никого не оставил равнодушным, который мы провели в Санкт-Петербурге на форуме, я думаю, что мы обязательно проведем еще и не один круглый стол, который привлекает огромное внимание к трудам Спиранского. Губернатор выразила благодарность директору ВЛГУ Анзору Саралидзе и директору Владимирского филиала Ранхикс Вячеславу Картухину. По ее мнению, они проводят серьезную просветительскую работу и помогают молодежи узнать больше о деятельности Спиранского.